Девушки отдыхают Сегодня мы разберем на запчасти военный киноаттракцион «Грань будущего» с Томом Крузом в образе майора Уильяма Кейджа, который, вкусив инопланетные кровушки в ходе боя, попадает во временную петлю. Герой вынужден пройти жесткий курс тайм-менеджмента. Он погибает и оживает вновь и вновь, чтобы найти и уничтожить главгада и положить конец в войне с пришельцами. «Грань будущего» снят по мотивам манги «Все, что тебе нужно, это убивать» Хироси Сакурадзаки. Голливудский драматург Кристофер Макуори существенно переработал первоначальный вариант сценария и еще дальше отдалил киноматериал от по-японски своеобразного исходного романа. На войну с пришельцами Тома Круза отправил британский режиссер Даг Лайман, в свое время сделавший из Мэтта Дэймона шпиона Джейсона Борна. Том Круз не подвел и стоически перенес все тяготы съемочного процесса. Ему и красавице Эмили Блант пришлось не только месить грязь на натурной площадке, но и носить увесистые экзоскелеты. Боевые костюмы для солдат клепались при участии Пьера Бохана, одевшего Бэтмена для трилогии Кристофера Нолана. За основу он взял концепт-дизайн, созданный в недрах студии Frame Store. Модель экзоскелета была изготовлена из облегченных материалов, но с применением металла, поэтому максимальный вес костюма с бутафорским вооружением составлял 130 фунтов, или 58,5 килограмм. И в этом, сразу скажем, довольно неудобном наряде Том Круз и Эмили Блант играли в войнушку на протяжении 8 недель. Правда, костюм Блант весил существенно меньше. Найди меня, когда проснешься! Сцена высадки в Нормандии – это жирная аллюзия на стратегическую операцию «Оверлорд», начавшуюся 6 июня 1944 года. Кадры же из самого фильма заставляют всплыть из омута памяти героя Тома Хэнкса, спасающего рядового Райана. Режиссер Даг Лайман и оператор-постановщик Дион Биби, взявший Оскар за мемуары Гейши, отказались от цифры в пользу классической пленки. Сцены хаотичного боя снимались на кинокамере iReflex, при этом зачастую с плеча. Трюковые сцены ставились при участии Дэйва Банзайля, работавшего с Крузом над картиной «Последний самурай». Сцена в транспортном самолете снималась в декорации, поставленной на гидравлическую базу, имитировавшей потряхивание на воздушных ямах. Но все, что происходит после взрыва – уже компьютерная графика и анимация. Компьютерной доработкой эпизода «Битвы на побережье» занимались художники студии Sony Imageworks. Они усиливали взрывы, добавляли дым, перерисовывали задний план, увеличивали численность пехоты и техники. Кроме того, двухмерщики интегрировали в кадры мимиков – инопланетных тварей с щупальцами. Эпизоды с вертолетом и автоприцепом заслуживают упоминания за мастерский подход к решению задач. Кинематографисты угрохали семь автоприцепов, каждый из которых отображал разные стадии разрушения. Но для кадров с разрушивавшимся мимиком, двухмерщики Imageworks построили компьютерную копию прицепа, применив программный инструмент Agisoft Photoscan. Теперь о вертолете. Падение машины снималось декорацией амбара. Кабину закрепили на кране, который с усилием проломал ветхую крышу. Лопасти были добавлены позднее средствами компьютерной графики. Кран же, предусмотрительно покрашенный в зеленый цвет, вытерли из кадров. Но в нескольких планах с крушащим все на своем пути вертолетом, зрителю все же показывают его компьютерную модель. Кульминационная битва разворачивается не на побережье Великобритании, а в самом центре континентальной Европы, Париже. Этот эпизод был отдан на откуп художникам студии Framestore, удостоенной премии Оскар за гравитацию. Кадры погони по воде снимались в павильоне, а актеры взобрались на фрагмент судна, который установили на подвижную гидравлическую базу, имитировавшую качку. Вода, как и весь антураж, были добавлены позднее, а день перекрашен в ночь за счет цветокоррекции. Брызги, попадавшие на лица, были настоящими, потому как во время съемки декорацию обильно поливали из бронспойтов. Агрессивный и напористый боевик «Грань будущего» близок по духу фантастической ленте «Звездный десант» Пола Верховена, в которой земляне также неистово сражались с полчищем инопланетных тварей. К сожалению, в домашнем кинопрокате фильм с Томом Крузом сильно не добрал. Это печально, поскольку Голливуд и так не слишком часто радует публику высокобюджетными оригинальными картинами, предпочитая снимать приквелы, сиквелы, триквелы и квадриквелы к однажды выстрелившим киноисториям. Субтитры создавал DimaTorzok